Давайте я расскажу вкратце в первую очередь вообще откуда берутся эти проблемы. Потому что очень важный фактор это именно не решать проблему, а понять вообще откуда эта проблема возникла. Все в принципе основные психологические проблемы, да давайте просто вот элементарно, у кого были психологические срывы поставьте плюсы, таких людей должно быть 90 процентов людей. Если вы действительно в трейдинге то рано или поздно с вами когда-то случался. Есть еще такой термин это переграние и выгорание. Особенно когда вы очень много лет в трейдинге или важно в бизнесе очень часто люди переграют. Знаете сейчас очень много людей мне начали писать, что они были в каком-то бизнесе там 15-17 лет и человек мне пишет я не могу уже просто справиться со своими эмоциями, там люди создают человеческие проблемы. Я просто элементарно больше этого не хочу. Поэтому я хочу заниматься трейдингом, я не хочу ни от кого зависеть. Ну я человеку сказал если ты думаешь что в трейдинге есть меньше стресс, то ты глубоко ошибаешься. На самом деле это очень стрессовый бизнес, потому что очень многие люди стрессуют по каждой маленькой ситуации. Неважно там сорвали стоп, не дошли там два пункта до тейка или еще что-то. То есть есть огромное количество вещей из-за которых мы можем по-простому создать себе вот такие вот моральные проблемы. Как я уже сказал тема очень сложная. Наверняка вопросы какие-то будут и ответы на них тоже будут. Давайте начнем изначально вообще откуда возникают эти проблемы. Почему у меня таких проблем не было. Ну была один раз в 2006 году, когда я просто там уехал в лес и перегорел. У меня скорее всего было не из-за того, что у меня была проблема, я один раз не смог поставить стоп, я просто перегорел. А у трейдеров такое очень часто бывает. Вы же понимаете там торговать 8, 10, 12 лет в напряженном состоянии это очень и очень тяжело. Поэтому когда вы постоянно чем-то занимаетесь и психуете, то есть в какой-то момент вам обязательно сорвет башню. Основная в принципе проблема, которая всех преследует это отсутствие просто элементарного плана, алгоритма, системы. Ну давайте начнем просто вот с того, как я пришел в трейдинг. Ну вот смотрите, так что я прихожу в фирму Worldco. Это был ноябрь 98 года. Я уже сдал все лицензии. Я прихожу, мне говорят, потеряешь свои деньги, все, тебя больше с нами нет. То есть я сразу понял одну вещь, что никто, никто шутить не будет. Что таких герчиков, как я, у них тысячи проходят. И если ты там пришел и потерял свою денежку, все, ты в ауте. С другой стороны, кто-то из вас скажет, ну можешь пойти где-то еще доработать. Нет, там уже дорабатывать нельзя было, если тебя фирму выгоняло, назад тебя уже никто не брал. То есть ты уже, понятно, был лузер. Так вот, когда я пришел в фирму, первое, в принципе, что мне помогло, почему в принципе я испугался, я понял, что второго шанса у меня не будет. В этом есть у вас очень большая проблема. Вы думаете и знаете, что у вас у всех есть второй шанс. Ну ничего страшного, я пойду сейчас кубышечки и денежку достану, дома там возьму, жене там шубу не куплю и потрачу эти деньги там на трейдинг и буду учиться. Ну я же хочу трейдером стать. Это ошибка номер один. Вы прекрасно понимаете, что ничего хорошего из этого не будет. То есть я понимал одну вещь, что у меня нету вообще запасного никакого аэродрома. То есть если я в этой компании не смогу удержаться, то я никому не нужен. Таких пацанов, как я, которые там сдали лицензии и работают, было очень много. Особенно выпускники колледжев, особенно выпускники очень дорогих колледжев. И люди, у которых есть деньги или люди, у которых у родителей есть деньги, они прекрасно понимали, что они могли принести там 25-30 тысяч долларов и торговать спокойно фирме. Это люди, которые были очень системные. Вы должны понимать одну вещь, что люди, которые учатся в очень сильных заведениях, студенты, которые приходили в нашу фирму, это был Колумбийский университет, это был Гарвард, это был ЕЛ, это был МАТ, самый лучший бостонский институт технологический, математика, физика. Это был Нью-Йоркский университет НВУ. То есть это были люди, которым я не просто вообще не конкурент был, я вообще там за выражение даже рядом не стоял. Это были люди, которые действительно очень хорошо учились. Мой босс не брал никого меньше, чем круглые отличники, там все пятерки. Он прекрасно понимал одну вещь, что если человек учился на одни пятерки, значит этот человек, по сути дела, прикладывал больше усилий, чем кто-то другой. И когда я пришел, мне конкретно сказали, что второго шанса не будет, и если по-простому ты его там просрешь, то досвидос. Я сказал, ну вот, а если вдруг что-то не так пойдет. Если вдруг что-то не так пойдет, извини другому. То есть, ну, мы ничего сделать не сможем. И когда ты работаешь на такси по 15-16 часов в день, и ты понимаешь, что у тебя другой жизни нет, то и ты либо здесь пытаешься состояться, то ты понимаешь, что вариантов нет. Это единственный вариант, который... Это у вас и есть проблема. Почему? Очень многие из вас занимаются этим part-time, то есть временным. То есть, вы там уделяете себе 2-3 дня в неделю для того, чтобы спокойно поторговать. Вот это основная проблема, которая... А присутствует ситуация, которая у меня отсутствует. То есть, я, по сути дела, мне было вдвойне тяжело, потому что я дрожал. Когда ты дрожишь, то есть, когда ты боишься вылететь, ты, естественно, боишься торговать. Мне пришли и сказали второй раз, послушай внимательно, если ты будешь здесь сидеть и занимать место и не торговать, и не приносить фирме комиссионные, ты вылетишь. Знаете, я скажу словами моего любимого шнура, группы Ленинград. Он сказал, что быстро можно получить только пиздюлей. Вот это чистая правда. Поэтому основная проблема, которая со мной случилась, первая, на одной стороне руки я боялся потерять, на второй стороне руки я понимал одну вещь, что если я не буду торговать, вместо меня возьмут кого-то другого, так называемого продюсера, который будет зарабатывать в фирме деньги. И третья самая большая проблема была, вот это была самая большая проблема, это то, что у меня не было больше денег донести. То есть я понимал, что я не могу донести, например, пять тысяч долларов, потому что у меня их не было. Я не могу донести пять тысяч долларов и спокойно сидеть торговать и думаю, даже если я три тысячи потеряю, я научусь. То есть у меня вся математика, все математические ожидания, все три параметра были абсолютно против меня. То есть у меня не было крупной суммы денег, у меня не было времени и я должен был торговать. Я обязан был торговать, иначе по-простому меня бы с фирмы поперли бы. Желание состояться, не путайте с желанием разбогатеть, не путайте. Это две абсолютно разные вещи. Желание состояться как профессионал и желание разбогатеть, это, как говорят в Одессе, две абсолютно разные вещи. Я не хотел разбогатеть, я хотел научиться, я хотел стать профессионалом. Давайте просто сначала финализируем слово профессионал. Что такое слово профессионал? Это человек, который живет от данного вида деятельности. То есть если человек зарабатывает деньги на трейдинге, значит он профессионал. То есть если он кормит семью или кормит себя, это человек, который профессионал. Моя задача была профессионалом, я хотел становиться профессионалом. Деньги я в такси в принципе тогда зарабатывал неплохие, там тысячу долларов в неделю, даже меньше чуть-чуть. И мне этих денег в принципе хватало. Очень многие люди не хотят другого для себя. Я решил все равно попробовать, я сказал, что если вдруг что-то у меня не получится, я могу вернуться обратно на такси. Но какие-то шаги обязательно делать нужно по одной простой причине. Потому что вот я вам сейчас скажу очень важный фактор. Жизнь не дает много шансов. Я знаю, что многие из вас думают, ну второй шанс будет, третьего. А представьте себе, что у вас нет второго шанса. Пойти, уйти, накопить и вернуться опять. А почему бы не сделать сразу хорошо с первого раза? И вот я начал приезжать на работу в 4... Сори, я в 4.15 выходил и на работе приблизительно я был где-то в 5 утра. У меня нет другого варианта. Я утром выпивал спокойно домашний кофе обыкновенный. У меня такая машинка стояла кофейная, недорогая. Я съедал бутерброд с колбасой, самое прословие. И ехал на работу. Выезжали мы с моим партнером приблизительно в 4.15-4.30 каждое утро. Приблизительно на работе были в 5. И 4 часа утром делали домашку. Можете себе представить, 4 часа только мы делали домашку. То есть 3 часа уходило на домашку и потом час приблизительно выставления ордеров. И да, не забудьте еще. Я печатаю очень быстро, очень быстро. Сейчас уже, наверное, помедленнее, но я печатал больше 100 знаков в минуту. И мы с партнером Сережей купили специальные программы, какие диски тогда были, и учились печатать. Ты сидишь как дебил. Представляете, вот так вот сидишь, взрослый парень, ты сидишь пальцами своими, смотришь, машинки какие-то едут. Кто видел эти софты? Потому что печатать надо было очень быстро. Это сейчас я там торгую там 7, 15, 20 сделаю в год, и я не должен переживать, чтобы быстро печатать. А раньше мне надо было печатать очень быстро, и в основном я использовал горячие клавиши. Там F5 там sell stop, F6 buy stop, F9 продать рынок и все остальное. И потом, значит, мы начали торговать. Естественно, в начале, когда мы только-только начали торговать, у нас же денег много не было, поэтому нужно было выбирать очень сильно, очень сильный инструмент. Вот это основное, что мне очень сильно помогло. Я по сегодняшний день не торгую говном. То есть я понял одну вещь, что я не могу ошибаться, и, естественно, это как один выстрел и один патрон. Вот в прямом смысле слова. Представьте, на вас нападает, у вас есть один выстрел и один патрон, естественно, вы не будете стрелять в воздух, вы действительно очень хорошо прицелитесь и выстрелите. И, действительно, мне это очень сильно помогло, очень сильно помогло, потому что я научился торговать очень сильные картины. Естественно, я себе прописал, как я буду расти. Но я никогда старался не выходить из комфортной зоны, потому что в трейдинге, вот очень внимательно запомните, выход из комфортной зоны может быть очень печальный. У меня был период, когда я не мог перейти с 300 акций на 500. То есть вот просто у меня, просто какой-то супор стоял, какой-то вот реально барьер какой-то, стена какая-то. Я не мог торговать больше, чем 300 акций. То есть 3 года. Вот не мог и все. Я приблизительно на трех акций сидел 3 месяца. Потому что у меня просто мандражировали руки. Потому что я вижу, я покупаю на 100 тысяч, 150 тысяч долларов. Можете себе представить, что это такое? Человек, который зарабатывал на количество тысяч долларов, и тут он берет позиции на 100 тысяч долларов. Я понимал, что я просто не могу перешагнуть этот потолок. Не забывайте одну вещь. И в трейдинге, и в жизни вам всегда придется себя ломать. Всегда. Как бы вы не хотели, что бы вы не делали, но вы должны выходить из комфортной зоны. Я себя заставлял. Я помню, когда я перешел на 400 акций или на 500, я неделю просто мандражировал. И обычно, знаете, вы все прекрасно знаете, кто знает, поставьте плюсики, что когда у тебя, ты только поднимаешь объем, тебя начинают откидывать назад, потому что ты не привык к этому объему. Я просто себе неделю заставлял каждый день. Сказал, неделя сейчас закончится, я посмотрю цифры, и тогда я буду принимать решение, что мне нужно. Благо все нормально, я отработал неделю на 400, я перешел на 500. И с 500 я очень легко перешел на 1000. То есть вы должны не бояться, когда вы чувствуете себя комфортно, вы должны не бояться поднимать объем. Вот это основной фактор. Я не боялся поднять объем. То есть когда я увидел, что я понимаю, что я делаю, я с 500 вообще удвоил сразу объем и перешел на 1000 акций, потом перешел на 1000, 1400, 1600 и 1800. То есть будем говорить так, трейдинговую карьеру, именно дейтрейдинговую карьеру, я закончил приблизительно на объемах 2000 акций, но у меня было 350 позиций. Можете себе представить, я мог сидеть, я мог сидеть приблизительно 750 тысяч акций одновременно. Не количество акций, а будем говорить так, если сказать в лотах, у меня было 7500 лотов, я мог брать 750 тысяч акций, и у меня рекорд дня был, я проторговал один день 2 миллиона 300 тысяч акций. Один. За один день. Но я очень медленно к этому шел. Очень медленно. Я шел быстро, только если я чувствовал себя комфортно, и я понимал, что я делал. В трейдинге, знаете, очень многие говорят, смотришь таких бизнес-коучей, коих миллионы, вот надо выводить себя из зоны комфорта. В трейдинге надо очень аккуратно быть в зоне комфорта, потому что любой выход из зоны комфорта, он на самом деле может тебя наказать. Потом, не забывайте золотое правило, что сначала ты работаешь на статистику, а потом статистика работает на тебя. Когда я увидел свои цифры и понял, что там у меня 80% положительных сделок, я тогда стал, по сути дела, понимать, что я все правильно делал. И стал вести еще более глубокую статистику. Я знал дни, когда у меня не работает, и будем говорить так, через приблизительно, по-моему, 3 или 4 года, я практически не приходил в пятницу. Я не приходил в короткие дни до часа дня, потому что рынок, по сути дела, тогда не давал мне зарабатывать. И в пятницу я старался не приходить, потому что на пятницу у меня был очень слабый день, я просто не успевал восстанавливать. То есть статистика меня очень сильно вытащила. Теперь я вам просто скажу основные факторы, которые убивают вас, как трейдеров. Очень многие. Первое. У вас нет системы. У меня была система. Я ее выкроил. Сначала, естественно, у меня ее не было, но я ее выстраивал. Что такое система? Система – это то, что вам систематически дают зарабатывать деньги. Когда я стал систематически зарабатывать деньги, я понял, что без риск-менеджмента никуда. Я с первого дня помню. Расскажу вам одну вещь. Я помню один день, у меня тогда уже риск был где-то 5000 долларов, а в день я мог заработать уже 30-40 тысяч. Один день, я помню, прихожу на работу, у нас был такой риск-менеджер живой. Естественно, у него там все было компьютеризировано. И мой риск-менеджер подходит и говорит, Саня, как дела? Я говорю, слушай, я минус 5000 долларов, открой меня, пожалуйста, еще немножко. И он мне сказал одну вещь. Я риск-менеджмент, я ничего не знаю, я просто исполнитель. Вот у тебя есть свой риск на день 5000 долларов? Ты потерял его? Закрывайся и уходи. Я понял одну вещь, что это просто не мой день. То есть, я в себе отбил охоту всячески отбиваться. Это то, что делаете вы. Самый лучший вообще урок, который я получил когда-то в своей жизни, был от моего босса. Это был Волтер. Он сказал мне одну вещь. Я никогда не могу контролировать, сколько денег ты заработаешь. Но я могу контролировать, сколько денег ты потеряешь. Я тебе не дам терять, потому что ты будешь терять мои деньги. И знаете, что самое хорошее было? Даже когда я стал зарабатывать деньги, у меня не был какой-то космический риск-менеджер. У меня его не было. То есть, у меня цифра моего риска на день соответствовала тому, что если бы даже я там месяц не зарабатывал и терял бы, я бы не потерял супер много денег. Так вот еще раз, для того, чтобы все финализировать, и надеюсь, вы услышали корень, который я хотел сказать. Первое. Надо выстраивать свою систему. Пока вы и когда выстраиваете свою систему, ваши объемы должны быть очень маленькие. Второе. У вас обязательно нужна полностью статистика. Третье. Никогда в жизни, никогда не торгуйте, когда у вас плохое настроение. Если вы чувствуете кислое или дома что-то случилось, неважно, поругались с женой, поругались с тещей, заболел ребенок или вы себя плохо чувствуете, никогда не лезьте в плен. Никогда. Я научился этому, будем говорить так, в тяжелой вариации. И самое главное, зона комфорта должна быть очень аккуратной. Очень аккуратной. Поэтому это очень и очень важный фактор для вас. Уодно. УДА